Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодняшний ролик посвящен косметике 100 рецептов красоты. И если вам интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Я думаю, ни для кого не секрет, что эта косметика безумно бюджетная. И, честно говоря, мне она очень сильно нравится. У меня на канале уже, наверное, это третье видео, мне кажется, выходит, которое посвящено именно этой косметике. Но это, я думаю, говорит о том, что действительно она мне нравится, раз я ее так постоянно покупаю. Мне очень сильно нравятся ароматы в этой косметике. Они настолько приятны, текстуры приятны. В общем, мне кажется, это действительно моя косметика. В общем, без долгих предисловий начнем. Первое, что я хочу вам показать, это гель-крем для умывания клубничный. Как заявляет производитель, этот гель глубоко и хорошо очищает нашу кожу и увлажняет на некоторое время. Ну, скажу так, здесь 100 мл в объеме. Действительно, все эти функции он выполняет, и он еще, к тому же, безумно экономичный. Я думаю, мне этих 100 мл, девчонки, хватит, ну, 3 месяца так точно. Использую один раз перед сном, потому что с утра я умываюсь пенкой, а на ночь я губку умываюсь, такое более лучшее у меня, скажем так, идет очищение при помощи геля. Аромат действительно клубничный такой, какой-то йогуртово-клубничный, безумно приятный. Мне очень нравится вдыхать этот аромат, когда я использую этот крем-гель. Ну, действительно, классное средство. Что еще говорить? Здесь написано, что в составе домашней сливки, сочная клубника и ромашковый чай. Ну, в общем, классное средство, и я вам от себя души советую, если вы еще не пробовали. По крайней мере, мне очень понравилось. Немножечко сейчас я его поэкономлю, чтобы летом использовать, потому что запах классный. Следующее средство – это гель для глубокого очищения, антибактериальный эффект. Написано, опять же, что устраняет загрязнение и против жирного блеска. Его я вообще даже еще не открывала, не использовала. Это мне Галина присылала в посылочке, дарила. Здесь, опять же, 100 мл в объеме. Очень люблю вот эти маленькие, милые бутылочки. И вообще оформление такое яркое, красочное. Мне очень сильно нравится. Его я не открывала, так как он против жирного блеска. Такое такое, очень, как здесь заявляет производитель, глубокое очищение. Я, опять же, его решила для лета ставить. Потому что, думаю, для лета это будет очень актуальное средство. Поэтому и нечего мне больше сказать про него. Следующее средство я, конечно же, попробовала. 50 мл в объеме. Покупала его, кстати, в аптеке. И это крем для лица и тела. Персик и домашняя сметана. Для лица, конечно же, я его использовать не буду. Но для тела уже, посмотрите, сколько у меня осталось. Для тела я его использовала. Первая такая нотка, которая попадает. Ну, у которого вот я ощущаю. Это, конечно же, персик сочный. Очень приятный. Когда наношу на тело, уже не такой явный персик сочный. Он уже немножко распределяется. Действительно, какая-то сметанка. Еще прямо с чего-то пахнет. Сам вот такой крем, он как гель-крем, что ли. Вот мне действительно очень напоминает. Ой, не могу надышаться, аромат классный. Вот действительно по текстуре вот такой гель-крем, что ли, мне напоминает. Хорошо распределяется. Кстати, девчонки очень быстро впитываются, что тоже очень хорошо. Очень такой приятный в нанесении. Приятный запах. Потому что запах, он такой, знаете, ненавязчивый. Хорошее тоже средство. Мне понравилось. Вот полностью огромное удовольствие. Думаю, что может быть еще повторю. Потому что 50 мл это не так много. Ну, в принципе, и немало. На недельку, на полтора, я думаю, мне хватит. Потому что я много крема не использую. И иногда даже не каждый день для тела крем использую. Следующее средство, которое я покажу, это хит YouTube. И вообще, я думаю, хит многих девушек. Крем для ног смягчающий. Который содержит золотистую тыкву, кукурузное масло. 80 мл объем. И уже второй, либо третий год подряд я пользуюсь таким вот кремом. Этот мне подарила, опять же, Галина. Присылала в посылочке. Но, скажу честно, у меня такое же у самой кухни. Поэтому для лета мне будет два крема. Летом, он, знаете, такой слегка смягчающий. Но такой эффект ненадолго. Но, как вы знаете, все любят этот крем именно за запах. А также и мне он очень нравится. Мне приятно им пользоваться. Такой он желтенький. Запах просто обалденный. Такой потрясающий, что... Ну, мне еще такого классного запаха не попадалось нигде. Вот. Поэтому через день я его использую. Потому что не особо такое питание. Ну, а мне питание, в принципе, нужно. Вот. Но для того, чтобы через день использую, так вот его чередовать, конечно же, подойдет. Следующее. Это крем для рук питания с пчелином воском. Слышала много хороших отзывов на него. 80 мл в объеме. Мне он очень понравился. Этот крем содержит пчелиный воск, сливочный йогурт и экстракт моркови. Опять же, радужная упаковка. Довольно такой густой крем. Жирненький крем. Не быстро он впитывается. Поэтому, например, для работы с бумагами вам, конечно же, он не подойдет. Но в таких домашних каких-то условиях, которые, ну, знаете, вот его нанести, и некоторое время нужно посидеть и отдохнуть. Например, перед телевизором посидите, его воспользуйтесь. Мне понравился. Не знаю, насчет того повторять буду, не буду. Но он действительно такой вот ручки напитанный, увлажненный. Запах, кстати, очень приятный. Но почему-то моему мужу показалась отдушка, знаете, как лекарственное что-то. А мне иногда. Вот один раз вроде бы кажется, что такая отдушка, второй раз такая, кажется, отдушка. В общем, какая-то... Я его ощущаю каждый день по-разному. Вот иногда мне кажется, что, знаете, запах сигарет. Но именно не дыма, вот именно как сигарет вот с пачки, если понюхать. Вот иногда вот такую отдушку я ощущаю. Иногда такое что-то сладкое и очень-очень приятное. Поэтому не знаю, от чего это зависит. Следующее, девчонки, средство, это просто бомба. Это какое-то удивление. Для меня это какая-то интересная такая находка. Это маска матирующая для лица. Антибактериальный эффект. Здесь написано, что курс на 10 масок, но я думаю, на больше. Потому что я как-то экономично использую, мне кажется, все продукты. Поэтому мне точно на больше хватит. 55 мл в объеме. Написано, что маска содержит косметическую глину, экстракт лимона и овсяную муку. Обещают, конечно же, нам матирование этот крем. Девчонки, это что-то с чем-то. Запах, во-первых, очень приятный. Хочу отметить, она действительно такая глиняная. Ее нужно наносить, по-моему, на 3-5 минут, не больше. 1-2 раза в неделю. Я действительно так и сделала. Больше, если бы даже я и хотела. Я бы не смогла дольше держать эту маску. Нанесла, вроде бы как обычная маска. И тут у меня постепенно начинает охлаждать мою кожу. Я почувствовала этот холод на лице. Я поняла, конечно же, что это от маски. Из-за маски все это происходит. Я начала читать, но вроде бы здесь я ничего, девчонки, такого не нашла, что заявляет то, что именно такой эффект охлаждения. Через 5 минут я поняла, что если я сейчас маску не смою, у меня просто от холода лицо мое отвалится. Я не знаю, девчонки, извините, но я не знаю, как по-другому выразиться. Но эффект мне понравился. Кожа мягкая, кожа ухоженная и действительно такая матирующая. Мне даже этого эффекта, я, в общем, эту маску сделала на ночь, и мне этого даже эффекта хватило на следующий день. Учитывая то, что я с утра еще встала, умылась и крем нанесла. По-моему, биби-крем. И все равно матовая кожа действительно была. Поэтому, конечно, я удивлена этой маске. И вообще это такой взрыв просто, такой эффект интересный. Я сейчас решила, ей пользоваться не буду, а ставлю на жару. Ну, конечно же, если в Финляндии будет жара. И решила, что после того, как прийти, после какого-то тяжелого дня, нанести эту маску, охлаждение почувствовать на лице, я думаю, это будет просто супер-класс. Девчонки, маска очень бюджетная, поэтому попробуйте. Вдруг у вас будет такой же эффект, как у меня, такого-то именно охлаждения. Класс. Дальше что покажу? Это крем для рук Веллур. Он шел вот в такой картонной коробочке. Здесь 70 мл. Покупала его в Ашане. Увидела цена, у него была 50-60 что ли, нет, 40 либо 50 рублей. Я подумала, почему он такой дешевый? Наверное, он не очень хороший. Приобрела одну штучку. Сейчас жалею, что приобрела одну штучку. Запах косметический. Крем достаточно быстро впитывается. Ну, если, например, в сравнении с этим, этот намного дольше впитывается. После применения ручки такие увлажненные, напитанные даже слегка. И вы знаете, я бы сказала, даже ручки гладкие немножко. Мне так показалось. Аромат, я не знаю, сказала, не сказала, косметический. Средней такой текстуры и белого цвета. Так вот выглядит это все. Таким вот образом. Хорошо распределяется, приятно им пользоваться. Аромат такой ненавязчивый. И, ну, я не знаю, мне понравился и аромат, и свойства этого крема. Поэтому вот в следующий раз, когда буду в Санкт-Петербурге, когда буду в Ашине, я, девчонки, буду, я думаю, что искать этот крем, чтобы приобрести еще одну-две штучки. Так, следующее, что я покажу, это бальзам для губ. Опять же, присылала мне Галина. У меня однажды был бальзам от Старец Эртов Красоты. Он мне вообще не понравился. И я после того решила, что не буду никакие другие бальзамы покупать. Но здесь присылала мне Галина этот бальзамчик. И вы знаете, я увидела, что арбуз. Я думаю, ой, здорово, классно пахнет, наверное. Наверное, открыла и действительно запах меня не разочаровал. Вот такой вот розовенький цвет. На губах его нет. Он просто обычный бальзам. Он увлажняющий бальзам. Правда, на губах немножечко привкус ощущаю. Но мне это никак, знаете, не мешает. Никак я от этого не страдаю. Аромат прекрасный. Увлажнение тоже хорошее. И сейчас я пользуюсь с удовольствием, конечно же, этим бальзамом. Я уверена, что закончу его до конца, потому что он классный. Следующее средство, вот единственное из всех покупочек, которые сегодня вам покажу, мне не понравилось. Ну, не то, чтобы не понравилось. Просто обычное мыло, 75 граммов, твердое. Ягодное написано. Я, девчонки, его покупала. Вот посмотрите, как оно оформлено. Я его покупала, потому что думала, что аромат будет такой же, как, знаете, такое гелевое мыло. Есть тоже от 100 рецептов красоты. Оно действительно такое ягодное, смородины. Пахнет. Очень мне понравилось такое мыло. У меня было. И я приобрела кусковой, думала, что будет такой же аромат. Нет. Конечно, доносится ягодный аромат. Но, вы знаете, больше все-таки обычного туалетного мыла аромата. Поэтому как-то печалька, честно говоря. Ну, ладно. Сейчас как раз, как видите, упаковочка открыта. Использую его как раз уже около недели. Ну, оно достаточно экономично, не размыкает. Ну, ладно, на этом спасибо. Да, использую, но больше повторять не буду. Еще, девчонки, было у меня... Вернее, почему было? Есть крем миндальный. Я знаю, что не всем нравится миндальная отдушка. Но мне нравится эта отдушка. Я уже не впервой покупаю именно с миндалем какие-то кремы. Это действительно увлажняющий крем, как здесь заявляет производитель. Здесь же опять белая такая текстура. И, кстати, он уже самый-самый легкий из всех кремов, что я сегодня вам показывала. Вот этот самый легкий. Но, несмотря на это... Ой, какой запах классный. Вот кто любит косметику с миндалем, аромат миндаля в косметике, то, конечно, вы этот крем оцените. Покажу вам поближе. Покупала я его в аптеке. Цена 48,50. Но это было где-то месяц, может быть, два назад, когда я ездила в Выборг. И буквально недели две назад я, опять же, ездила в Выборг. И цена уже была дороже. Я почему-то его колебалась очень долго, но так и не взяла этот крем. Вместо него другой я решила взять для лица. Чуть-чуть позже вам покажу. Вот этот крем очень мне сильно нравится. Для меня это такая любимка. И теперь я жалею, что я не взяла. Вот думаю, нужно было мне его взять. Но, понимаете, девчонки, вот в этом видео я вам показываю три крема для рук. Вот. Три штуки. Поэтому, если бы я еще и этот один взяла, ну куда мне столько? Поэтому, конечно, пока я себя приостановила, но как только все вот эти кремы использую, и буду в Выборге, либо в Санкт-Петербурге, мы довольно часто ездим туда или туда, то я приобрету этот крем, потому что мне понравилась и отдушка, и именно детство его понравилось. Действительно, такой увлажняющий крем, который смягчает ручки, ручки гладкие, приятные. Последнее, что я вам покажу, это крем-сыворотка «Упругость в природный барьер». Вот так вот она выглядит и называется. Здесь 50 миллилитров в объеме, и стоит 134 рубля в аптеке под колу, буквально несколько недель назад. Что мне хочется сказать по поводу этой сыворотки? Я ее приобретала как сыворотку для шеи, а поверх нее я хотела наносить крем. Но, девчонки, попробовала я его, конечно, и на лицо, и на шее, я удивилась просто результата. Мне очень сильно понравилась эта крем-сыворотка. Это очень-очень-очень, я бы сказала, легкий крем с приятным ненавязчивым ароматом. Каких-то ягодок. В общем, мне понравилось то, что идет такой вот хороший дозатор, которым удобно пользоваться. И крем вот на самом деле очень легкий. Так вот он выглядит. Вернее, крем-сыворотка. Поверх него я его, кстати, использовала как и самостоятельно. Вот просто наносила его и на лицо, и на область шеи и декольте. И как в качестве того, вот именно как сыворотки, а наверх еще дополнительно наносила крем. Быстро сыворотка впитывается, нежная, приятная кожа. И в обоих случаях мне эта сыворотка очень понравилась. Поэтому буду пользоваться с огромным удовольствием и на лицо, и на шею, и на область декольте. Классное средство. Тем более учитывать ценовую категорию в 134 рубля за 50 миллилитров. Я не знаю, как вы, но я очень долго использую средства для лица, для шеи, для меня. У меня это просто, ну, я не знаю, 3-5 месяцев, а один тюбик, один флакон может быть. Поэтому для меня это суперэкономичное средство. Ну вот, девочки, это было все на сегодня, что я хотела вам показать. Надеюсь, что видео вам понравилось и было для вас полезным. Если да, то, конечно, ставьте пальчик вверх и пишите мне обязательно комментарии, если что-либо из этого вы пробовали. Мне очень интересно посмотреть, нравится ли вам также продукт эти, как и мне. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.